Пастырское служение Пастырское служение Пастырское служение Это есть свои нюансы, но это огромное благословение. Мы дружим, мы проводим много времени вместе, каждый вечер и утром, когда они в школу собираются. Но мы очень любим друг друга и ценим своей семьей. Я думаю, они, наверное, смотрят нас сейчас, так что всем привет. Я понимаю, что, наверное, не у всех такая была привилегия, как Бог дал мне. Но если вы сегодня здесь, и если, по крайней мере, вы еще молоды, хотя бы относительно, у вас есть возможность создать такую атмосферу и дать такую возможность вашим детям. Пусть следующее поколение вырастет, не зная ужасов, которые, возможно, пережили вы в ваших семьях. Когда сегодня, куда ни глянь, куда ни ткни, везде горе, везде слезы, боль, неверность распадаются. Семьи, брошенные дети, либо брошенные родители. Пусть Бог даст нам благодать и быть Его славою на земле. Наша жизнь должна быть отражением Божьей славы, Божьей святости и любви. Аминь, народ Божий. Пусть Бог нас благословит. Меня Господь призвал, и я очень ценю этим призванием. С юных лет, я с подросткового возраста, наверное, мечтал о том, чтобы быть в служении. И так Бог дал, что уже 20, даже чуть-чуть больше лет, как я несу служение. С 18 лет я был ответственным за начало новой церкви в Крыму, в городе Бахчисарай. И с 20 лет, наверное, я рукоположен на пастырское служение. И по сей день никогда об этом не жалел. Это привилегия и честь служить Господу и Его народу. Молодежь, не ждите, когда пробьется седина там или еще что-то в этом роде. Бегите, пока вы молоды, вкладывайтесь, служите, и пусть Божья благодать будет на вас. Я верю, что Бог предназначил нам, вам, молодым, не только, знаете, служить чем-то в стиле талантов, но Бог может помазать нас, помазать вас, чтобы вы духовно, глубоко служили Богу и церкви. Слово Божье говорит, что будут молодые люди. Видеть видение, пророчествовать и двигаться в силе Духа Святого. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Хорошо, время быстро идет. Я хотел бы перейти к Слову Божьему. Скажу вам честно, я пытался как-то откараскаться от этой темы, чтобы не говорить ее. Я редко, когда говорю такие, на этот текст вообще впервые в жизни. И мне самому даже как-то сложно слегка, но у меня на сердце этот текст. Писание и размышления по этому тексту. Хорошо? Книга Экклезиаста, 7 глава, 1 стих. Доброе имя, лучше дорогой масти, и день смерти, и дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. В другом переводе, смерть участь каждого человека, и кто жив, пусть размышляет об этом. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Вот такой вот непростой, сложный, наверное, текст Писания, да? И мне кажется, многие из нас предпочитают обходить такие тексты Писания. Просто читать их быстро, не останавливаться. Мы их не выделяем и не делимся в соцсетях. Лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира. Ладно, проехали, это, наверное, Экклезиаст, что-то под старость ему жизнь наскучила. Читаем дальше. Ну, правда, друзья. И я понимаю, что это реальность, это правда. Мы предпочитаем обходить подобные тексты Писания, пропустить их. Почему? Скажите, как давно вы были где-нибудь на похоронах? Неделю, месяц? Я был ровно неделю назад на похоронах очень дорогого для меня человека, моего пастора. Почему мы предпочитаем обходить такие тексты и такие темы? Я вижу, что это по той причине, что мы с вами, мы с вами вообще, вот люди, которые живем сейчас, мы слишком легкомысленное поколение. Мы поколение потребителей, заточенных на то, чтобы удовлетворять свои нужды, желания, более того, прихоти. Знаете, чем прихоть отличается от желания? Прихоти, это когда тебе хочется того, без чего можно обойтись. Прихоти. Знаете, что такое похоть? Похоть – это желание, которое владеет тобой, и ты его не можешь контролировать. Чего бы то ни касалось. Так вот, еще раз. Мы с вами живем в поколении, в такое время, когда люди слишком легкомысленные. И мы не любим думать о таких темах. Ты не можешь этот текст красиво оформить в квадратную картинку и поставить в Инстаграм. Ну, в принципе, можешь, но вряд ли это будет популярно. Ну, мы любим что-то красивое, красивую новую машину, твою новую прическу или, не знаю, там, блинчики, которые у тебя на завтрак с повидлом. Вы чувствуете, да? Вам смешно, но это же реальность жизни. Мы не любим говорить о смерти. Нам лучше оладушки с джемом. Это привычнее. Или твой новый маникюр. Ничего, что я святое трогаю. Не прошел еще год, как мы с семьей пережили очень непростое такое событие. Я возвращался из поездки. Целый день был в перелетах. И спешил домой в Севастополь. У нас там было служение. И вечером в Киеве я сел сразу после дневного перелета, сел за руль в машину. Ну, вы знаете, да, у нас семеро детей, поэтому микроавтобус, вся семья в сборе. И мы из Киева направились в Севастополь. Прошли целую ночь в дороге. Утром прошли границу. Часов шесть. И уже оставалось до дома буквально километров сто. И мы улетели с трассы. Просто резкий поворот влево. Так случилось, что мы не вписались. И просто вот как шла машина, так пошла прямо. Я не смогу ничего сделать. Трасса ушла влево, дорога, а мы пошли прямо. Машина как шла ровно, так сделала сальто через голову. Крышой положила забор, там наискосок стоял. Металлические штыри, которые из бетонного основания торчали, прохромили крышу в двух местах, сантиметров двадцать за моей головой. Насквозь полностью металл, обшивку. Просто насквозь. Я уже потом на штрафплощадке смотрел, на это фотографировал. Я не мог поверить, как это, что это. Прохромилось, и мы упали. Я повис на ремне, на бок машина легла. Трое детей, оглядываемся, нету всех в салоне. Трое детей вылетели по отрывало ремни. Они вылетели через окна, вылетели на улицу. Чудом, что они вылетели таким образом, что машина их не накрыла. Скорая, милиция, забрали детей по больницам, САКИ, потом Симферополь, клиника. Самая младшая дочь. Сильное сотрясение, кровоизлияние в мозг, угроза жизни, реанимация. Сын, которому 12 лет, перелом альвеолярного отростка, все шесть верхних передних зубов. Просто они ушли внутрь и надломали основание, в котором стояли. У двоих сыновей по нескольку переломов ног, сразу такая стопка-снимка в больнице. Кто знает, тот знает, так надо. Вот, и я приезжаю вечером домой. Я не видел 10 дней семью. В аэропорту обнялись и за руль, и домой. Я так ждал, что я приеду. Уже по дороге они там по телефону фотографии смотрели. Вот, я ждал, что я приеду домой. Мы посидим, попьем чаю, пообнимаемся. Я приезжаю в пустой дом, они все по больницам. И знаете, я за все годы своего служения, ну так сложилось, да, что я с 18 в служении, с 20 пастор, я еще никогда не чувствовал такую беспомощность и нужду в братьях и сестрах. И когда мне звонили братья, я помню этот момент. Мои братья, друзья, кто-то далеко живет. И я просто в спальне на диване стонал. Я не мог ничего сказать. Я не знал, выживет ли дочь. Потому что она в реанимации. Если до утра дотянет, ну, есть надежда жить. Если нет, кровоизлияние в мозге, и все. И ты просто стонешь на диване. Кто-то молится за тебя. Но ты не можешь ничего сделать, ничего сказать, ничего исправить. Я вспоминал вот эту песню, классная песня. Я ее люблю, мы сегодня ее пели. И даже если горы не двигаясь стоят, если воды моря не разступаются, не раздвигаются, да? И если на молитву не вижу я ответ, доверять, доверять буду я тебе. Знаете, что я понял в тот момент? Песня хорошая. Но я понял, что я пел ее легкомысленно. Легкомысленно. Потому что когда в самом деле горы не двигаясь стоят, и я не вижу ответ на молитву. Я не понимаю, почему. Я только вернулся из поездки. Целая неделя, каждый день служения. И тут это произошло. И ты смотришь на эту машину в хлам разбитую. Дети по больницам. Кто-то там, кто-то в другом отделении, кто-то в саках остался. И ты дома. Господи, доверять. И если на молитву не вижу я ответ, и ты понимаешь, что там включить музыку, создать фон, там еще что-нибудь, оно не работает. Либо есть у тебя эта сильная глубокая вера, и ты стоишь и доверяешь. Либо ты просто легкомысленный пустослов, который говорит правильные красивые вещи, но не имеет этого в виду и не знает, что говорит. Я понял, что такое зависимость от братьев, сестер, когда кто-то молится за тебя. Когда ты понимаешь, есть периоды, когда ты не можешь пройти их в одиночку. Тебе нужна церковь, тебе нужны друзья, братья мои, сестры. Когда у вас все хорошо, позаботьтесь о том времени, оно может прийти, когда не все будет хорошо. Строите отношения с братьями и сестрами, когда все хорошо. Чтобы когда подуют ветры, разольются реки, налягут на ваш дом, у вас было основание. В виде вашей веры, ваших отношений с Богом и отношений с братьями и сестрами. И вот тогда, когда мы проходим вместе через трудные времена, это гораздо легче, чем в одиночку. Я был благословлен, что я не проходил это один. У меня много братьев, друзей, сестер по всему миру. Я благодарен Господу за то, что я часть церкви. Слава Богу. Я закончу сейчас нашу историю, но хочу подчеркнуть, почему я это вспомнил. Мы слишком легкомысленное поколение. Многие вещи мы делаем, не задумываясь, не всерьез. Мы не придаем должного значения тому, о чем говорим, что поем, что слушаем, а иногда даже проповедуем. Иногда стоят перед нами обстоятельства, ситуации, которые заставляют тебя проверить, из чего ты сделан. Ты просто говоришь правильные вещи, или это действительно твое состояние, твой дух и твое сердце. Господь помиловал нас. Утром дочь нашу перевели уже в нормальное отделение. Угроза жизни миновала, еще спустя две недели, хотя должны были там больше 20 дней, она должна была лежать. Ее выписали, и доктор сделал снимок контрольный и говорит, у вас там просто все идеально, ни сгусточка, ни шрамчика, ничего абсолютно. Была угроза, что если останется сгусточек крови, это всегда будет угроза, что он может сорваться с места, и будет проблема. И она просто, буквально уже через три дня она себя вела, как будто бы ничего, ничего не было. Друзья, еще раз хочу это подчеркнуть. Знаете, я, ну, когда вспоминаю это, вспоминаю это, ну, что-то такое непередаваемое в сердце происходит. Когда ты выбираешь из этой машины, выбиваешь на голову, лобовое стекло, вылазишь, смотришь на это все. Там кровь, там изо рта. Дочка самая младшая стоит, у нее здесь перелом, но пальчики вот так, и ты ставишь их как бы на место, и смотришь на это все, и ничего не можешь сделать. Вот они. Друзья, я сейчас хочу проповедовать против легкомысленного христианства. Я хочу позвать нас на глубину в отношении с Богом. Мы не любим говорить о смерти, мы не любим говорить об этих вещах. Нам нравится, что с Господом там мы победители и все такое. Да, окей, но давайте, пусть это будет не слова, а реальная жизнь. Давайте, когда эти стены, не двигаясь, стоят, когда ты на молитву не видишь ответ, не так легко петь эту песню в такой момент. Двое пацанов, у которых были переломы на ногах, там гипсы, по нескольку переломов. Через два дня сделали контрольные снимки, переломов нет, и гипсы поснимали. Вовчик, которому 12, и у него вот эта проблема здесь. Доктор мне наутро рассказывал, как проходила операция. Это все зубы достали, положили на столик, собрали этот тросток, ткнули зубы обратно, скрутили проволокой с надеждой, что они срастутся, станут там на место, потом их надо все почистить, удалить корни, потому что они мертвые, отрыв произошел, нервно-сосудистых пучков и так далее. И мы потом под наблюдением, ну, одним словом, чтобы сократить, ну, прошел уже год, и эти зубы живые, мы их не депульпировали. Их достали, потом поставили назад. Стоматолог раз смотрел месяц, два, говорит, нет, они не поменялись в цвете, они реагируют на холодное и горячее. И я отказался их депульпировать, и по сей день оно так. Слава Богу! Машина не выжила, правда. Мы сдали ее на разборку. Вот, но Бог благ, и мы не ходим пешком. В этом тоже Божья милость есть. Слава Господу! Давайте вернемся к нашей мысли, к нашей теме. Почему мы обходим такие места, и мы даже толком не воспринимаем их, и, может быть, даже и не соглашаемся. Я еще раз повторюсь, мы поколение легкомысленное и потребительское. Кстати, я был, уже какое-то время прошло, может быть, года два назад, я был у пастора одного, очень такой сильный, хороший пастор. Много проповедей его есть в Ютубе. Вот, мы дружили с ним, и у него был рак. Рак. Ну, в голове. Я был у него буквально за неделю до смерти, он лежал, и мы заходим в дом, ну, знаете, как оно, ты не знаешь, что сказать, как смотреть, и где сесть, и где стать. И его жена как-то так совсем подумает, вы что, вы пришли, ну, что тут, траур, что ли, улыбаемся. Мы заходим к нему в комнату, он лежит, уже он не видел, но слеп, вот, и лежал на кровати, мы пообщались, он обнял, прижал груди, помолился, благословил, потом пели псалом о небесах, и он пел, исполнялся Духом Святым и благословлял Божье имя. Знаете, как хорошо, когда ты настоящий, когда ты способен делать это не только здесь, когда у тебя все хорошо, ты жив-здоров, поглажена рубашечка, ты сыт, и все красиво. А когда ты знаешь, что вот-вот ты умрешь, жуткие боли, уже слепой, но благословляешь имя Божье, ждешь момента, когда ты встретишься с Господом в небесах. Друзья, я желаю всем нам быть вот такими поклонниками, людьми, которые вот так знают и чтут своего Бога. Пусть твою песню не остановит трудность, проблема, беда, пусть твою песню не остановит плохой диагноз, или еще что бы то ни было в твоей жизни. Скажите аминь, друзья. Еще несколько слов о легкомысленности и потребительстве. Вы читали в Библии такую историю, когда Бог решил погубить Содом и Гоморру, и пришли ангелы Божьи, и говорили о том, чтобы вышли все оттуда, потому что Бог погубит. И Лот говорит своей семье о том, что нужно срочно выходить, потому что здесь будет беда, будет огонь с неба, и Бог уничтожит этот город. И кто читает Библию внимательно, там есть такая фраза, его зятья подумали, что он шутит. Да ладно, в смысле? Огонь с неба? Ну я тебя прошу. Ну какой огонь с неба? Ну мы тут живем всю жизнь, и отцы наши тут жили. Они подумали, что он шутит. Но это была не шутка. И они поплатили за это. Но они не повиновались, не послушались, потому что относились слишком легкомысленно. Вы помните историю Исава? Исава, кто читает, да, Библию вообще? Исав родился в своей семье первородным. И по праву ему принадлежало особое благословение отца. Благословение как первенца первородного сына. И вот однажды он идет с охоты, возвращается, и он очень сильно хочет просто кушать. Ничего больше. Просто есть хочет человек, но... И тут его брат варит суп, птичевичный, похлебку. Вот оно, желание, перерастает потихонечку в похоть. Оно владеет тобой, и ты его не контролируешь. Заметьте, здесь просто вот вместе в одном человеке потребительство и легкомысленность. Он говорит, дай мне поесть, брат. Говорит, давай меняем на первородство. Ну, давай меняем. То есть я хочу есть и хочу прямо сейчас. Это раз. А второе, когда он сделал этот обмен, страшное, знаете что? Что он не придал значения этому. Да ну ладно, ну суп, ну поел. Ну какой там обмен, ну я же первым родился. Ну не можешь же это отменить, мое благословение. Дорогой, оказывается, может. И однажды ты станешь перед отцом и будешь вопить, будешь плакать, будешь молить о том, чтобы что-то вернуть назад, отмотать, что-то переиграть. Но уже будет поздно. Ты не сможешь ничего изменить. Что мы видим здесь? Мы видим здесь опасность легкомысленности, когда ты всерьез не воспринимаешь то, что делаешь и то, что происходит. Потребительство и легкомысленность. Друзья. Мы возвращаемся к нашему тексту непростому, сложному, который мы часто обходим, и мы не хотим над ним даже размышлять по причине нашего легкомысленного восприятия жизни и христианства. Здесь Слово Божие говорит, лучше ходить в дом плача об умершем, лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира. Я хочу обратить наше внимание на слово лучше. Лучше. Когда мы смотрим вот это лучше, мы думаем, ну, в смысле лучше? Ну, как лучше? У нас есть свое понимание лучшего, правда? И вот то, что здесь говорит Соломон, нам как-то не совсем вмещается. У нас есть своя классификация, что лучше, а что не лучше. Правда, друзья, или нет? Алло, вы все здесь? Если мы еще успеваем, мы прощаемся с зрителями телеканала Вера 24. Пусть Бог благословит вас. Мы рады, что вы с нами. Когда мы размышляем о том, что лучше, и здесь Соломон говорит парадоксальные вещи, с которыми нам вообще сложно согласиться. В смысле, день смерти лучше дня рождения? В смысле, в доме плача лучше, чем в доме пира? Как такое может быть? Мы не можем с этим согласиться. Кстати, Писание много содержит текстов, с которыми нам сложно согласиться. Знаете, есть сказано, лучше оставаться обиженным. Читали, да? Лучше оставаться обиженным. Как нам сложно в это верить и это практиковать. Нам лучше доказать свою правоту. Нам лучше отстоять какую-то свою идею. Но оставаться обиженным сложно. Моисей в свое время, когда он вырос в доме фараона, имел все перспективы прожить прекрасную жизнь принцем Египта. Сказано, он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Друзья, обратите внимание, вот для того, чтобы наше зрение было правильным, наше восприятие вещей, вот по примеру Моисея, я хочу обратить внимание на две вещи. Первое, нужно иметь веру. Сказано, Моисей верою, верою Моисей сделал такую оценку. Это лучше, чем это. Я, пожалуй, пойду этим путем. Для этого нужна вера, это раз. А второе, нужна духовная зрелость. Там написано, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, придя в возраст. Слышите? Очень часто по причине нашего младенчества мы выбираем, что попало. Мы не можем понять ни апостола Павла, ни Соломона, ни Моисея, что значит лучше, какое лучше. И мы не можем осознать, чтобы так смотреть на жизнь, нам нужна вера и зрелость. Аминь, народ Божий. Для нас должно быть лучше то, что лучше для нашей вечной души. Даже если при этом терпит урон наше имущество, наши интересы, может быть, даже наше здоровье. Еще раз, для нас должно быть лучше то, что лучше для нашей вечной души, для наших отношений с Богом. Так должно быть, но нам сложно так мыслить и так смотреть на жизнь. Поэтому, друзья, нам нужно духовно расти и нам нужно иметь твердую, глубокую веру. Почему лучше? Почему мудрый идет в дом плача больше? Ему там почему-то комфортнее. Он лучше пойдет в дом плача, чем нежели в дом пира. Почему так? Оказывается, сердце мудрого ищет пользы, а не просто хорошего времяпровождения. И ему комфортно в месте, которое его отрезвляет. Ему интересно в месте, которое сделает его мудрее, которое добавит в его жизнь веса, которое поможет ему переосмыслить какие-то вещи. Вы знаете, ровно неделю назад я был на похоронах моего пастора. Мы уже много лет, 20, вот уже живем на расстоянии тысячу километров друг от друга. Но я очень ценил его присутствие в моей жизни. И он ушел в вечность в возрасте 64 года. Я вам скажу, друзья, мало какая проповедь так назидает, как я получил назидание на этих похоронах. Я слушал свидетельства детей о нем. И я понимал, мне надо быть лучшим отцом. Мне надо быть лучшим отцом. Мне надо быть лучшим мужем. Мне надо быть более серьезным христианином. Знаете, когда ты оказываешься в таком месте, в доме плача об умершем, жизнь как-то останавливается. Друзья, я понимаю, я не призываю сейчас бегать по похоронам. Это можно пережить иначе. Но все-таки, все-таки, друзья, когда ты подходишь к человеку, который ушел, смотришь на это бренное тело, прикасаешься, что-то отрезвляет тебя. Что-то отрезвляет тебя. Ты понимаешь, что жизнь быстротечна. Ты понимаешь, однажды тебя ждет такая же участь. Однажды мы все умрем. Вы знали об этом? О, вам не нравится такая пробуя. Вам нравится, когда мы будем говорить о чем-то добром, красивом и многообещающем. Но, друзья, однажды наша жизнь закончится. И когда ты смотришь на бренное тело, остывшее, это отрезвляет тебя. Это может принести назидание больше, чем некоторая проповедь. Лучше ходить в дом плача. Сегодня очень много всевозможных мероприятий и разной информации, которая помогает нам оставаться легкомысленными. Она отвлекает нас. Просто направляет наши мысли, наши размышления в какую-то другую сторону. Помогает нам поверхностно веселиться и радоваться. Слишком много такой информации кругом нас. Везде абсолютно. Реклама. То, что ты видишь по телевизору. Если не знаю, как у вас с этим, друзья, но когда ты где-то смотришь, много разной информации, фильмы, сериалы, что-нибудь еще. Оно все направлено на то, чтобы сделать тебя легкомысленным человеком. Чтобы твое восприятие жизни не было серьезным. Чтобы твое восприятие смерти не было серьезным. Но Слово Божие говорит, сердце мудрого в доме плача. Он идет туда. Почему? Потому что он хочет прожить глубокую жизнь. Он хочет прожить глубокую жизнь. Поэтому он ищет то место, которое принесет ему назидание, которое поможет ему смотреть на жизнь более правильно. Смерть, участь каждого человека. И пусть живой размышляет об этом. Слышите? И пусть живой размышляет об этом. Я сокращаю немножечко. Давайте мы придем непосредственно к некоторым итогам и выводам. Самое первое. Чему мы учимся в доме плача об умершем? Чему мы учимся? Друзья, я верю, знаете, что для того, чтобы оказаться в этом доме, или в этом состоянии, не обязательно бежать на какие-нибудь похороны. Если твое сердце открыто для Бога, Он поведет тебя туда в любой момент, даже прямо сейчас. Ты можешь оказаться в этом месте, когда Бог открывает твои глаза по-особому на жизнь, на бытие, на смерть, на вечность, абсолютно на все. Он может привести тебя в то состояние, которое тебе нужно пережить, чтобы твоя жизнь менялась в правильную сторону. Аминь, друзья. Хорошо. Чему мы учимся в доме плача, или вот в этом месте, о котором говорит здесь Соломон? Самое первое. Я верю. Мы учимся страху Божьему. Церковь, дорогая, народ Божий. Мы учимся страху Божьему. Однажды в Эдемском саду Бог сказал Адаму и Еве, в день, когда вы вкусите, смертью умрешь. И они таки вкусили. Почему? Походу тоже не воспринимали всерьез. Слышите? За каждый грех должна быть смерть. И Бог не шутит в шутке. Бог не играет в игры. И когда ты смотришь на смерть, ты понимаешь все серьезно. И это учит тебя страху Божьему. Благоговеть перед Ним. Благоветь перед Ним. Уходит легкомыслие. Ты начинаешь Бога воспринимать всерьез. Ты знаешь, что даже если Иисус умер за тебя на кресте, но ты беспечно продолжаешь делать неправильные вещи, может прийти суд Божий в твою жизнь. И мы не любим думать об этом, потому что мы легкомысленное поколение. Друзья, но сегодня Бог напоминает нам эти вещи. Позволь Духу Святому повести тебя прямо сейчас в дом плача. Или в дом, где приходит трезвость. Первая апостольская церковь. И все хорошо. Действует Дух Святой. Чудеса, знамения. Больные поднимаются. Слепые прозревают. Такое движение. Люди тысячами присоединяются к церкви. Тут приходит семья. Приходит Анания. Приносит деньги. Деньги приносит. Деньги. Казалось бы, ну молодец, слава Богу. Но первая книга, которая описывает нам жизнь первой церкви, да, только началась церковь, показывает нам, что мы должны иметь страх Божий. Анания и Софира падают мертвые. Почему? Вы решили обмануть Бога. Вы решили обмануть Бога. Вы решили с Ним играть в игры. Друзья, нам нужен вот этот правильный страх Божий. Не играть в церковь и в христианство, но чтить Господа по-настоящему. И знаете, что дальше сказано? Я вот себе думаю, представляю эту картину, не дай Боже, где-то это произойти сегодня в наши дни. Да, наверное, церковь бы разбежалась. По телевизору показали бы, что это сектанты, в жертву кого-то приносят, ужас какой-то происходит. А Петр очень спокойно. Приходит Софира, он говорит, твоего мужа похоронили. Сейчас и тебя вынесут. Ее выносят, хоронят. И на всей церкви страх Божий. Люди каются, действуя Дух Святой. И народ почитает церковь. Слава Господу. Второе, чему мы учимся, когда оказываемся вот в этом месте. Мы учимся дорожить временем. Мы понимаем, что жизнь очень быстро проходит. И ты не вечный на этой земле. Слышите, друзья, простите, пожалуйста, за такое непраздничное послание, но однажды ты умрешь. Цени временем, дорогой. Не трать его на что попало. Не занимайся ерундой. Делай дело Божье. Делай то, к чему Господь призвал тебя. Дорожи временем, каждым днем. Молодежь, слышите, сколько времени уходит просто куда попало. Но когда ты приходишь в дом, плачая об умершем, ты понимаешь, Господи, однажды моя жизнь закончится. Пастору моему было всего-навсего 64 года. Он был жив-здоров. Он просто шел, и тромб оборвался. И жизнь закончилась. Ты не можешь даже попрощаться и сказать кому-то доброе слово. Следующее, третье, чему мы учимся, это ценить своих близких. Я смотрел на него, когда стоял возле гроба. И думаю, я ровно месяц назад виделся с ним, и так бегло мы пообщались. Господи, как хотелось отмотать назад и сесть, попить чаю и сказать много-много добрых слов. Сказать, что он ценен мне, что его пример важен мне. Он 30 лет нес пастырское служение. Богообоязненный, сильный человек. Божий человек. И я не сказал. Я подошел к папе и маме после этого. Они дружили с ним в свое время. Я по-особому их обнял. Друзья мои, друзья мои. Я не хотел бы, чтобы эта тема просто пробила нас на слезу. Хотя, ну, и это тоже хорошо. При печали лица сердца делается лучше, так сказано здесь. Но, дорогой, дорожи близкими. Позвони папе и маме. Сегодня же. Говори много добрых слов тем, кто рядом с тобой. Говори много добрых слов тем, кто служит тебе, кто вкладывает в тебя жизнь свою. Может быть, это служители, это родители твои. Тем, кто рядом с тобой. Давайте жить сегодня. И цветы дарить сегодня, а не носить на могилке. Цените друг другом, друзья. Жизнь быстро очень уходит. И потом ты смотришь и думаешь, сколько слов добрых надо было бы сказать. Но я не сказал. Так грустно становится. Вот почему сердце мудрого в доме плача об умершем. Почему приходит трезвость. Знаете, я с другим сердцем возвращался домой. Мне тысячу километров надо было ехать назад. И я не мог дождаться, когда снова приеду к детям, к жене. Буду их обнимать. Буду с ними проводить время. Друзья, оцените друг другом. Последнее. Будь всегда готов к встрече с Богом. В доме плача об умершем. Мы учимся тому, что однажды мы все предстанем перед Ним. И знаете, что самое сложное в этом? Ты не знаешь, когда это будет. Ну, понятное дело, вы планируете где-нибудь там в 89, ну, мы все, или еще дальше. Но ты не знаешь, когда это будет. В 34 или в 58. Ты не знаешь. И ты будешь искать виноватых. Тебе церковь не так, тебе то не так, тебе то мешает, то тебе там где-то мозоль натерло. Друзья, бегите сегодня. Давайте сегодня служить Господу. Давайте каждый день хранить свое сердце. Каждый день служить Ему. Следить за своей ногой. За своими мыслями и поступками. Чтобы когда внезапно, без предупреждения, оборвется твоя жизнь. Ты пристал перед Богом, а не метался направо, налево, не знал, что делать, куда спрятаться. И жить хочется, и перед Богом предстать страшно. Братья мои, сестра, я сказал последнее, но, наверное, еще нужно добавить здесь, что когда ты находишься в доме, плача об уныршем, есть такой текст Писания. Павел говорит, я не хочу, чтобы вы скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Прочие скорбят, не имея надежды. Мы скорбим, но у нас есть надежда, у нас есть вечная жизнь. И когда ты смотришь на эту картину, кроме всего прочего перечисленного, у тебя есть надежда. Мы увидимся, брат, я не успел при жизни, встретимся, встретимся, обнимемся. Господь дал нам вечную жизнь, и однажды мы все будем с Господом в небесах. Эта жизнь пройдет, какую колбасу ты кушал, на какой машине ездил и все остальное, все пройдет. Обижали тебя, болел ты, трудно тебе было. Появляется надежда, думаешь, Господь, придет день, когда ты отрешь всякую слезу с наших очей. Когда все останется позади, тебе легче жертвовать в такой момент, легче прощать. Ты начинаешь видеть вечность там, в небесах, с Господом. У нас есть будущность и надежда. Наша жизнь не заканчивается здесь. Знаете, что значит слово смерть? Это значит разделение, отделение нашего бренного тела от вечной души. И мы вознесемся на небеса, к нашему Господу Иисусу Христу. Субтитры сделал DimaTorzok